Что творится за забором у телебашни, пристально следит весь город. Рабочие уже спилили металлические конструкции у основания и возвели земляную подушку, готовясь к сносу непризнанного символа Екатеринбурга. Вопрос вроде бы решенный, но споры не утихают до сих пор. Так архитекторы готовы грудью встать на защиту башни, ведь ее разрушение нарушит ось. О чем идет речь и что защитники могут предложить не на словах, а на деле, выясняла Анжела Брик. Если мы уберем вот этот символ города, то его уже восстановить же будет невозможно. Каким будет город без башни, сегодня представить проще простого. Смог скрыл высотку от горожан. Сторонников ее сноса такой пейзаж несказанно порадовал. Чего не скажешь о тех, кто мечтает сохранить недострой. Сооружение уже поделило город на два лагеря. У него идеальные пропорции. При всей своей минималистичности, вкупе как бы с контекстом, с размещением, с градостроительным контекстом, с архитектурным контекстом, с удачно выбранными ракурсами восприятия, этот объект делается уникальным и очень грамотным с точки зрения архитектуры. По сути своей мы никакой телебашни не видим. Мы видим недострой, который был брошен больше 25 лет назад, а точнее 27 лет назад, который никогда абсолютно не выполнял никаких функциональных, не имел никакого функционального назначения и не нес никакой социальной нагрузки. Вместо телебашни бизнесмены планируют возвести на участке ледовую арену на 15 тысяч зрителей. Защитники высотки не понимают, зачем сносить, ведь ее можно сделать частью спортивного комплекса. Но, говорят, лучше вообще не строить в этом месте спортивный объект. Мол, это приведет лишь к транспортному коллапсу. Да и такой масштаб городу ни к чему. Я очень сильно болею за клуб автомобилей, я хочу, чтобы он был лидером в Восточной конференции, чтобы он выиграл Кубок Гагарина. Но посмотреть на прямого там брата-близнеца, не знаю, к чему надо тянуться, Казанский Акбарс. Клуб в топе уже много лет, двухкратный обладатель. У них арена на 9300, средняя посещаясь максимально, на которую они вышли, 6000. Возникает вопрос, что у нас такого произойдет, что к нам 15-тысячная арена будет наполнена. Чтобы остановить снос телебашни, защитники, кажется, готовы на все. Они уже собирают народ для дискуссии, потому что уверены, нельзя сносить знаковый объект без учета мнения жителей. Цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы снова поднять эту дискуссию и внести, точнее не снова, а внести эту тему в поле общественной дискуссии. Потому что мы в очередной раз становимся свидетелями того, как не спросив горожан, не спросив общественность, не спросив экспертное сообщество, нам навязывают решение, которое не может иметь обратного режима, то есть оно бесповоротное. Однако сами горожане к телебашне, похоже, равнодушны. – Честно, ни туда, ни туда. Мне абсолютно все равно. – Ну, не знаю, если есть какие-то возможности по переделке, то ради бога. Но точно против сноса. – Я как-то так нейтралитет держу. Не могу сказать, что это очень нужно городу. – Да уже просто к ней все привыкли. – А так-то, конечно, ничего красивого. – Ничего. – У меня муж строил эту телебашню, кстати, монтажником-высотником. Недавно умер. – Но башню вам не жалко. – Вот мужа потерял, а башня, что мне теперь? А пока не стройные голоса в поддержку высотки пытаются слиться в дружный хор, бизнесмены готовят башню к сносу. Негласный символ Екатеринбурга может исчезнуть уже в конце февраля. Анжела Брик, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.